Ииии всем привет! Я снова с вами и мы продолжаем проходить эту замечательную визуальную новеллу, которая называется Астеризм. Не знаю как у вас, но у нас погода просто непредсказуемая. Днём жарит как сумасшедшее солнце, прям хочется раздеться догола, а вечером просто холодно так, что ну не знаю, хочется в куртке ходить. И вот, видимо, благодаря такой смене резкой погоды я заболел. У меня было просужено горло, нос был заложен, в общем, голос был вообще никакущий. Я не мог не снимать никаких видео, да и говорил я как-то ужасно, даже на себя не похоже. Вот, так что, такие дела. Но я уже поправился и сажусь за следующую серию Астеризма. Если мне память не изменяет, то в предыдущей серии Цкума пошёл, признался, что он подрался. Своей сестре признался и она его полечила так слегка, хотя там рана была такая, что можно было, не знаю, там спиртом замазать и всё. И потом он отправился домой и когда он тренировался, встретил одну девушку милую. У меня такое предчувствие, что мы ещё с ней встретимся. Вот, и потом он вернулся домой и оказалось, что сестра его набухалась на вечеринке с учителями. Вот, такие дела. И он едва успокоился, потому что как бы сестра незащищённая и он мог бы сорваться и взять её в любой момент. Но он успокоил свои звериные инстинкты и как раз вот вернулся с ванной. Так что сейчас мы продолжим и узнаем, что у нас дальше. Будет ли он дальше возбуждаться своей сестрой или нет? Может он уже успокоился? Так. Я готов. Поехали. Как-то усмирив зверя внутри себя, я вернулся в гостиную из душа. Сестра уже оделась. Поскольку в доме жарко, она снова одела открытую одежду. Но по сравнению со всего лишь полотенцем, это более безопасный вариант. Я недавно думал, что может быть что-то случится. И вот как раз в этом самая важная часть. Например, если взять купальник и нижнее белье, то они одеваются на те же части тела, но разница в сексуальности между ними очень большая. Думая о такой бесполезной фигне, я посмотрел на сестру. Она сидела на диванчике, прижавшись к себе подушкой и смотрела телевизор. Кажется, она уже немного отрезвела. Какая-то она слишком серьезная на вид. Что она смотрит? В научной фантастике часто используется теория параллельных миров. Но не только там. В физике эта теория тоже часто обсуждается. То есть, теория параллельных миров, это теория, которая говорит, что параллельно с нашим миром существуют миры, которые отличаются от нашего, верно? Да. В фильмах и новеллах, в манге и играх, то есть в мире фантастики, часто используют эту теорию. Но все же, что если, к примеру, в квантовой механике случится что-то подобное? Я не очень понимаю, о чем они говорят. Но разговоры о научной фантастике и физике – это любимая тема сестры. В общем, друзья, там по тексту этого нет. Но они дальше обсуждают теорию кота Шредденгера. Вот, если вы не знаете, что это за теория, то, то есть, даже не теория, а эксперимент, скорее. Вот, то почитайте на Википедии, там есть более детальное описание, что это за эксперимент такой был. Но если кратко, то суть в нем такова. Если взять и поместить кота в коробку, и показать эту коробку кому-то, то он не будет знать, какой кот там внутри, живой или мертвый. Так что для этого человека этот кот равномерно и живой, и мертвый одновременно. Вот, суть эксперимента заключается в том, и чтобы проверить, какой кот там внутри в коробке, живой или мертвый, то нужно открыть коробку, и только так можно проверить. А до тех пор, пока он не проверит, кот остается и живой, и мертвый одновременно. Ну, вот такой эксперимент. Как бы теория вероятности. Итак, поехали дальше по тексту. Сестра, это какая-то научная программа? Да, сегодня в гостях профессор Кагами. Да, похоже на то. Профессор Кагами, это очень известный профессор в университете Сенкики. Его специальность астрофизика, но он также хорошо осведомлен в других направлениях научной фантастики. Благодаря таким знаниям, он очень часто появляется в разных телепередачах и журналах, где стараются доходчиво объяснить какую-либо теорию. В своих объяснениях он часто использует разные сказания, диаграммы, модели, которые приносит с собой. В общем, там на заднем фоне этот профессор хотел воочию показать теорию, эксперимент с котом Шреддингера. Он принес с собой коробку, принес с собой кота, как бы положил туда кота и сказал телеведущий, что вот это здесь кот и живой, и мертвый одновременно. А кот замяукал в это время, она говорит, нет, там кот живой, потому что он мяукает. А профессор Кагами, типа ну это, ну, короче, эксперимент не удался у него. Жесть. Так, где мы остановились. Правда, иногда он слишком увлекается, его сложно остановить. Сестра уже давно восхищается этим человеком. Она всегда внимательно слушает его разговоры, и когда он выходит из-под контроля, она наслаждается этим. У нее есть много его книг, а сейчас она очень внимательно смотрит эту передачу. О чем он сегодня говорит? Параллельный мир. Сейчас мы, которые живут в мире, вместе с другими мирами существуют. О параллельных мирах. То есть, о других мирах, которые сейчас существуют рядом с нашим миром. Хмммм. Блин, интересные телепередачи у них. Если бы у нас по телеку крутили такие передачи научные, я бы даже продолжил смотреть телевизор. Интересно, мне такие темы нравятся. Мне очень нравится тема параллельных миров и путешествия во времени. Потому что, вернее, мне больше нравятся путешествия во времени, но теория параллельных миров, они связаны между собой с теорией путешествия во времени. Вот. И я, блин, я тащусь от этой темы. Самым моим любимым фильмом детства было «Назад будущее». Вот. И я просто, когда смотрел этот фильм, тогда еще интернет не был так развит, как сейчас. То я, я не знаю, я просто так наслаждался этим фильмом. Это был мой любимый фильм. Потом еще был этот советский, как он, где там Алиса, Милофон. Вот. Правда, он не на уровне «Назад будущее», но тоже хороший был. Потому что они путешествовали в будущее. Вот. «Назад прошлое», да. Вот. И это был тоже хороший фильм, и я тоже им наслаждался. В общем, это мои фильмы детства. Потом, конечно же, появился интернет, появилось аниме, появилось все это. И появилось много хороших историй, таких как «Вратаж тайна», как «Мадока». Кстати, я недавно пересмотрел «Мадока», потому что не видел еще третьего мувика. И решил вспомнить, что там по Мадоке. Ну, мне понравился третий мувик. Конечно, когда вот этот момент, где Хамура, ну вы понимаете, меня просто бомбило в то время. Потому что все вроде как бы должно было закончиться уже. И тут, блин, такой прикол. Но потом, когда я успокоился немного и пересмотрел еще раз, я въехал в суть того, что хотел автор передать. В общем, это хорошая история. И я бы хотел продолжения. Я думаю, что там есть о чем еще снимать, потому что закончилось вообще так неоднозначно сказать. Вот, может быть, даже я сделаю ревью на мувик Мадоке А. Даже не знаю. Может, мне попробовать себя в этой области. Хотя, уже, наверное, делали этих ревью огромное количество. Эх, ладно. Возвращаемся к астеризму. Но Мадока крутая штука, да. Я бы хотел продолжения. Как раз там, кстати, как раз вот это и говорится. О параллельных мирах и путешествиях времени в Мадоке. Вот, все это там есть. А такая же хер... Извиняюсь, фигня. Так, продолжаем. Кстати, к чему здесь такая передача о параллельных мирах? Может быть, здесь тоже что-то подобное будет? Ну, как интересно. Ух ты, блин. Поехали. Все, все, все. Не отвлекаемся. Я даже понятия не имею, о чем она. Я, конечно же, видел что-то подобное в фильмах и манге, где главный герой путешествовал в параллельный мир и сражался со своим противником, который был человеком из другого мира. Я никогда не думал, что подобные разговоры могут всплыть в физике. Мне казалось, что параллельный мир – это чисто фантастика. Но даже слушая эти объяснения по телевизору, мне все равно кажется это нереальным. Цукмо, тебя не интересует эта тема? Ну, хоть он и говорит здесь о квантовой механике, но это всего лишь теория, верно? Но мы не можем окончательно ее опровергнуть. Сейчас профессор пытается объяснить, как эта теория может работать в реальности. К тому же, если думать об этом поверхностно, не поверхностно, а более глубоко, то в этом есть какой-то смысл. В таком смысле, сочетательный ремонт может быть полезным в своем сознании. Цукмо, ты учуешь? В этом сенсе теория относительности хорошо работает, чтобы перевернуть здравый смысл. Цукмо, не хочешь немного больше узнать об этом? О чем эта сестра говорит? Я даже математики не понимаю в школе, то мне этого подавно не понять. Вообще-то, тебе не нужно для этого запоменять какие-либо формулы или что-то типа этого. А я ведь ничего не говорил. Наверное, это было написано у меня на лице. Так. Итак, давайте поговорим с другими словами. Верно. Давайте теперь поговорим о немного другом. Очень часто, когда речь заходит о машинном времени и путешествиях во времени, тогда сразу вспоминают теорию параллельных миров. Ух ты, блин. Как раз моя любимая тема. Круто. Кстати, профессор, а вы ведь занимаетесь исследованием машинном времени, верно? Нет, не делайте исследованию. Это не только для того, что это мое любимое. Нет, нет, это нельзя назвать исследованием. Можно сказать, это мое хобби. Слушая этого профессора, мне уже сложно понять, что он действительно изучает, а что для него хобби. Это загадка. Значит, машина времени как хобби? Он снова заговорил о научной фантастике. И у сестры засветились глаза. Давайте поговорим о том, как если бы кто-то вернулся назад в прошлое до своего рождения и убил там своих родителей. Тогда случится противоречие. Только что недавно он говорил о смерти и жизни кота. Теперь об убийстве родителей. Интересно, почему он говорит о таких опасных вещах? И какое противоречие случится в этом случае? Если убить своих родителей, то ты сам не должен родиться. Вам не кажется это странным? Это если ты не должен родиться, значит и твое существование исчезает. Вы об этом? Да. В СФ-каке, то есть, что у себя не будет исчезать. Что-то есть, да? Я думаю, что у себя не будет исчезать. Верно. В научной фантастике часто встречается история, где стирается в существование какого-либо персонажа. Начиная с пальцев, персонаж медленно исчезает. В следствии этого, если ты не родился, тогда ты не смог убить своих родителей. А если не убил родителей, значит ты все-таки родился. Ого! Похоже, у нас получается замкнутый круг. Именно! Случилось противоречие. В таких случаях используется теория параллельных миров. Если у нас будет возможность путешествовать во времени, то мы не будем перемещаться по временному течению назад, а вместо этого переходить в параллельные миры, которые существуют рядом с нашим. Это ведь другой мир, и если вы в нем убьете своих родителей, то время пойдет по-другому, и в этом мире создаться новая история. Иными словами, если вернуться в прошлое, то мы перейдем из нашего мира в другой параллельный мир. Ну, это всего лишь гипотеза, и мы не можем сказать с уверенностью, но, да, такая теория существует. Может быть, наш теперешний мир – это уже другой мир, в котором кто-то, пришедший из будущего, сделал отклонение. Этого я тоже не особо понимаю. Скумо, это для тебя тоже сложно? Что? А, да. А мне казалось, что этот разговор куда проще квантовой механики. Это стандартные принципы работы машины времени в научной фантастики, где только она появляется. Вот как. Кстати, да, в Мадоке тоже этот принцип работы есть, но я же говорил об этом, что машина времени связана с параллельными мирами. То есть, когда Хамура возвращалась каждый раз в прошлое, то она возвращалась не в тот же мир, в котором она родилась, а в параллельный мир. Каждый раз перебрасывалась в параллельный мир. И таким образом она связывала все судьбы Мадоке с собой, как нитями. И вследствие этого Мадоке стала настолько сильной волшебницей. Но это все нужно объяснять теорией. В общем, поэтому мне и нравится Мадоке. А не потому, что там магические девочки, а потому, что это очень логичная история и очень такая крутая, если глубоко вдуматься в эту историю. Вот. Ну, поехали дальше. Кажется, что это разговор, в котором я почти ничего не понимаю. Но для сестры это стандартные знания. Может быть, где-то существует другой мир, в котором я и ЦКУМО не живем вот так вместе, как в этом мире. Что? А, ты попался? Да я же пошутила! Ха-ха-ха! А, да нет, вовсе нет. Это было блеско. Я чуть не потерял контроль над собой от отчаяния. Не говори о таких грустных вещах. Я бы лучше помечтал о более приятном мире. Например, если бы мы не были братом и сестрой и встретились при других обстоятельствах. Может, мы бы тогда стали парнем и девушкой? Но если бы мы не были братом и сестрой и встретились при других обстоятельствах, то эта жизнь мести под одной крышей исчезла бы. Нет, я не хочу этого! Да, если подумать, то теперешняя ситуация это самое, что ни на есть благословение. Но наши отношения брата и сестры очень сильно усложняют развитие любовных отношений как парня и девушки. Ааа, что же мне делать? Какой мир лучше? Нет, это всего лишь предположение. Всё равно ничего подобного не произойдёт. Эх. Скума-мечтатель. А кто его знает, что нам авторы этой новеллы преподнесут? Может быть, что-то подобное и произойдёт? Не зря же здесь были теории про параллельные миры и путешествия времени. Всё может быть! Всё может быть, друзья! Да. Сегодня суббота, и уроки уже закончились. Я сходил домой, а потом пошёл в город встретиться с Хоши и Касугамори. И мы вместе пошли в Томоге... в Томо-Риге. Ммм! Вкусно! Хоть я не возлагал больших надежд на это брендовое кафе. Ээээ... Сори... Эээ... брендовое кофе. Кофе. Хоть я не очень сильно разбираюсь в кофе, но даже я могу понять, что оно вкусное. Теперь понятно, почему все так говорят об этом кафе. В самом кафе хорошая ретро-атмосфера. Отличное место, чтобы провести время. Думаю, сестра очень... Сестре очень понравится. Но не только я один наслаждаюсь этой атмосферой. Ааа, Сакуя, твой тортик выглядит очень вкусно! Ааа, Канади икерзо. Акеномоу хитокси ирюка? Да, он довольно неплох. Акино, хочешь попробовать? Ум, чё дай? Да, дай мне кусочек. Хой. Вот, держи. А, я... Морита, тебе бы... Эээ, нет, нет, это невозможно. Терелу кота не даро. Хай, аам... Не нужно стесняться. Давай. Аааа... Хочи и Казугамори флистуют на полную. Хоть они и сами не хотят этого признавать. Мне как-то стало не по себе, и я интуитивно отвернул глаза. Да, чувствую дискомфорт рядом с ними. Но в этом есть моя вина. Когда я думал, что мне делать с сестрой... Эээ, сегодня с сестрой после обеда. Хочи сказал, что знает кафе с хорошей атмосферой. И я попросил его показать мне это место. И почему я не понял, что хорошая атмосфера это как раз место для свиданий? Хочи ведет себя как всегда. А вот Казугамори заметно нервничает. Она уже, наверное, не раз ходила с Хочи на свидание. Но когда я рядом, то она, наверное, сдерживает себя. Извини, что тебе приходится осторожничать из-за меня. Эээ, извините, это ведь ваши свидания, а я вам мешаю. Не волнуйся, если бы ты нам мешал, то мы бы с самого начала не взяли тебя. Верно. Конечно, мне неловко, что вы пришли с нами сюда, но вы ведь хотите пригласить Натски сэнсэй на свидание, верно? Ссс...свидание? Я как-то не думал об этом, но когда она сказала, то... действительно. Пойти вместе с сестрой за покупками? Это ведь самое настоящее Настоящее свидание! Ой, всё, хватит. Стоит мне только подумать об этом, и у меня уже сердце колотится. Верно. Я встречусь с сестрой в 14.00. Из-за работы сестра выходит из школы позднее учеников. К тому же девушкам нужно больше времени, чтобы собраться. А я вышел быстрее, чтобы разведать обстановку. Натсуке-сенсей с дейтой? Хорошо. Ураганно, Цукумо! Свидание с Натсуке-сенсей! Я тебе завидую, Цукумо! Хоще сказал это и вздохнул. Эй-эй! А ты не сильно пре-величиваешь? Косуга-мэри ведь рядом с тобой. Ну, мне так показалось. Но... Это называется привилегией брата. Эх... Неожиданно всё обернулось именно так. Похоже, Косуга-мэри тоже завидует. Вы встретитесь в 14, а потом пойдёте сюда? Да, я так планирую. Понятно. Так что, Сэмпай, кофе не хотелось бы. Понятно. Вот почему Сэмпай больше ничего не заказывает, кроме кофе. Верно. Я ничего не заказываю и не кушаю, чтобы потом насладиться едой вместе с сестрой. Когда Хоще и Косуга-мэри наслаждаются вкусным десертом, я просто сижу и пью кофе. Ну что же. Лучше мне больше не мешать им. Мне уже пора. Я пойду. Ты уже пойдёшь? Сасыга не早すぎだろ. Ничиまでまだ 30 минут以上あるぞ. Ты уже пойдёшь? А это не слишком быстро? Ещё осталось примерно 30 минут к 14 часам. Если ты боишься нам помешать, то не стоит. Спасибо. Ну тогда, с вашего позволения, я ещё немного подожду здесь. И время пролетело так быстро, что я опоздал. Вот я дурак. Вдобавок ко всему, я понял, что опоздал только тогда, когда сестра прислала мне смс-ку. похоже, что сестра пришла точно в назначенное время. Паникуя, я попрощал со схожей косу Гомори и вылетел из кафешки. Счастью, место встречи с сестрой находилось недалеко от кафешки, и я быстро добрался туда. Я нашёл сестру, которая стояла возле дерева в самом центре. Но прежде, чем я успел сказать хоть слово, сестра заметила меня. Наконец-то появился. Ты уже на 10 минут опоздал. Ах, какая она красивая. Эй, сестра, что это за одежда? Я раньше никогда не видел на тебе такой одежды. Невероятно красиво. Она даже красивее, чем обычно. Глаз не оторвать. Цукумо, что случилось? А, нет, ничего, извини, что опоздал. Сказав это, я отвёл глаза от сестры. И это не в первый раз. Сегодня сестра ослепительно красива. Достаточно одного взгляда, и у меня уже бьётся сердце. Хорошо, похоже, что ты сожалеешь об этом. Поэтому я прощу тебя. Сестра слегка кивнула и улыбнулась мне, будто красивый цветок. Ну что же, давай для начала поедим. Я уже очень голодная. Ты ведь тоже ничего не ел? Нет, ты ведь тоже поел... Ты ведь уже поел, Цукумо, верно? Нет, нет, я ещё ничего не ел. Но я не сказал сестре, что я не ел из-за того, что мне хотелось пообедать с ней. Вместе. Ты что, ждал меня всё это время? Извини, что я так задержалась. Ты же проголодался, наверное. Сестра сказала это, будто читая мои мысли. И нет, ничего страшного. Я просто сделал то, что считал нужным. Но всё равно спасибо. Я очень рад, Цукумо. Эх, когда она вот так улыбается мне, я уже не могу ничего сказать. Если мы едим с двумя, то мы не будем ехать с фастфудом. Если мы едем с двумя, то есть что-нибудь? А по поводу этого, я как раз нашел хорошую кафешку, не хочешь сходить туда? Правда, это не я ее нашел, но думаю, ты хочешь и не будешь против, если я присвою всю славу себе. Хорошая секретная кафешка? Звучит замечательно! Тогда пошли туда! Сестра сделала элегантный шаг и встала возле меня. Ее длинные волосы плавно опустились вместе с Балера. Балера это такая накидка на плечи. Если вы не знаете, погуглите Балера. Минутку. Мне показалось, будто бы что-то сверкнуло под Балера. Я специально отстал немного и посмотрел сзади на сестру. Когда она шагала, Балера поднималась немного, а под ним светилась... Это голое тело сестры! Что? Почему я вижу голую талию сестры? А? У меня что-то на спине? Это... Нет, не в этом дело. Твоя одежда... Ага, ты заметил! Я очень рада! Это популярная вещь этим летом! Рада тем, что я заметил, сестра гордо покрутилась разок. Балера легко поднялась вверх. Оооо! Так эта одежда спалась все открытой спиной! Довольно смело, сестра, твоя спина. Э? Солкано? Эээ, ты так думаешь? Похоже, что сестра этого не заметила. Она наклонила голову в бок. Она взяла Балера в руки и подняла его вверх. А под ним показалась белая спина сестры. Это неожиданная атака! Это почти то же самое, что поднять юбку! Парень! По-моему, ты перевозбудился! Поднять юбку и поднять Балера, это совсем разные вещи. Ой, жесть! Наш Скуму наивный девственник! Конечно, если я буду сильно двигаться, то видно спину. Но в обычной обстановке все будет в порядке. Это почти то же самое, что надеть мини-юбку. Хоть ты так и говоришь, но так ли это? Но если ты об этом, что когда тебе покоя не дает то, что ты видишь, тогда, наверное, да, похоже. Ну ладно. Сестра купила новую одежду, к тому же ее это вообще не волнует. Поэтому мне совсем не хочется портить ей настроение. Рано или поздно, мои глаза привыкнут к этому. Наверное. Так что... Я принимаю. Тебя все же это волнует? Нет-нет, все в порядке. Я просто немного удивился, но все в порядке, все нормально. Не волнуйся. Вот как? Ну тогда хорошо. И это... Оно тебе очень идет, сестра. Спасибо. Хе-хе, спасибо. Ха! У сестры такое милое личико, когда оно смущается. И вот так, наслаждаясь счастьем под названием «Прокулка рядом с сестрой», мы направились в кафешку. Так, друзья, я думаю, мы закончим на этом путешествие в кафешку. И у нас началось свидание с сестрой. Я думаю, что оно будет довольно-таки длинным. Поэтому мне придется разбить его, наверное, на две серии. Наверное. Я еще не знаю. Посмотрим. Насколько длинным оно окажется. Вот. Но пока что у нас все идет очень хорошо. Сегодня мы посмотрели интересные темы. Но, во всяком случае, для меня. Для меня это очень интересные темы. Вы себе даже не представляете. Я обожаю истории по путешествиях во времени. Вот. И если вы знаете какое-нибудь либо аниме, или, может быть, не знаю, новеллу, или мангу, может, фильм даже, в котором есть хорошо обыгранная история путешествия во времени, вот, напишите в комментариях, посоветуйте мне. Я, возможно, посмотрю. Мне тоже это очень интересно, очень нравится. Потому что я в последнее время больше играю в визуальные новеллы. Я не слежу за выходом новых аниме. Я уже давно их не смотрел, если честно. Вот. Так что я не знаю, что там нового вышло. Возможно, что-то есть стоящее из путешествий во времени. Или, может, даже параллельных миров. Вот. Если что-то такое знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно посмотреть это. Я люблю эти истории. Вот. Но чтобы там не было там, скажем, просто для сюжета путешествия во времени. А именно так сюжет закручен. Закручен всеми этим путешествиям во времени. Как, например, Мадоки или Вратах Штайна. Вот. А на сегодня мы закончим наше путешествие по астеризму. И продолжим в следующий раз свидание с сестрой. Так что думаю, что не будет ничего такого особо интересного. Просто будет милая история. Эта новелла больше смахивает на симулятор свиданий, чем на какую-либо серьезную историю. Но я знаю кое-что об этой новелле. Так что я думаю, что будет интересно. Мне так лично кажется. Поэтому я избрал эту новеллу. Потому что я кое-что узнал о ней. Вот. Но посмотрим. Мы поиграем. Мы увидим, что будет дальше. А на сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо вам, друзья, что продолжаете смотреть меня. Что вы смотрели это видео. И я вам очень признателен за все ваши лайки. За все ваши комментарии. Мне приятно с вами общаться. Вот. Так что до встречи. Увидимся в следующем видео. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok